Продолжение следует... Семьдесят лет мы строили общество социальной справедливости и равных возможностей. Со школьницами нас учили тому элементарному, на чем основывалась наша наука-история, что все богатые сволочи, а бедные все гегемоны. Загнанные убогостью и бессмысленностью своего существования в тупик, подростки, надев широкие штаны и обрив затылки, стали по-своему, крабежом и насилием восстанавливать социальную справедливость. Возникшая вчера армия подростков уже сегодня стремится взять свой реванш. А зачем ты едешь в Москву? Ну, допустим, осень, зима. У кого-то нет, допустим, Аляски. Кому что-то нужно? Двое-трое едут за компанию, просто вдруг там удастся, там на халяву тоже что-то. Кроссовки, там не обязательно себе носить, там продать, там где, ну в общем, в общем едут для чего-то. Ты первый раз поехал за компанией или конкретно у тебя же была цель? Первый раз поехал за компанией. И в этой компанейской поездке ты уже кое-что получил, да, наверное? Да, да, спортсмен, то есть. А ты сам его снимал? Нет, я принимал участие. Как себя вела жертва, не помнишь? Сейчас. Да никак, вот вели, по-моему, в туалет, он там снял себе олимпийку, потом трико, ему один из наших дал свое. А вы их просто, им что-то даете, да, в принципе? Ну да, взамен, то есть бывает так, что с себя что-то. Ну, если на тебе что-то лучшее, ты, конечно, ему не отдашь. Ну, то есть он голым не пойдет, потому что если он пойдет, то это до первого момента. Желание иметь эту вещь побеждает. Своё правосудие широкоштайники вершат в темных подворотнях и лесопарках, что сводит шансы жертвы практически к нулю. Основным местом сбора гопников является Казанский вокзал. А вы знаете, кто такие гопники? Знаем. Что вы знаете? Бегают, дерутся. Куда бегают? Ну, куда? У нас бегают, соседний район. Который приезжает в Москву, грабит москвичей. Знаете так? Нет. Представь, что ты 16 старше. А зачем приехали в Москву, кажется? Я что? Посмотреть город. Насколько дней приехали? Не знаю. Сколько тебе лет? 16. Знаешь, что такие гопники? А? Что такие гопники? Знаю. Ты к ним не относишься? Нет. У тебя есть друзья-гопники? Есть. Как ты вообще оцениваешь гопничество? Как ты к нему относишься? Неплохо. Ну, за что вы попали сюда, ребята? 146, часть 2. Конкретно. Заграбеж. Заграбеж. А рассказать можешь? Ну, как мы с ножом ограбили. Кого? Парня 22-летнего. Ну, он не сквечает. Пошли гулять по электричке. Поймали. Ну, как сидел, книжку читал. Отвели в тамбур. Приставили нож в разделе. Вот и все. Почему его? И именно его. Ну, книжку читал, сидел, никого не трогал. Ну, попался он. Попался другой по другому разделу? Да. Мы не выбираем жертву. А что вы выбираете? Одежду. Двое грабили? Нет, 9 человек у нас было. Школу закончил только, да? Восемь классов. А дальше как хотел жить-то? А я не знаю. О будущем не думали. Почему они сюда едут? Может быть, какая-то ненависть. Они, в общем, бравируют тем, что вот мы приедем, мы ваших тут всех, вот, там, порежем, побиваем, погравим. Вот вы будете нас еще, знаете. Видите, я не думаю, что это, это какого-то недомыслия. Мне кажется, это вот, какие-то более глубокие причины независимые, 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 независимые. Начавшись во второй половине 80-х, со стихийных набегов, гопничество приобрело организованный характер, контролируемых определенными силами подростковых группировок. Журнал «Огонек» опубликовал данные исследователей, которые утверждают, что через руки подростков в результате групповых грабежей проходит до миллиарда рублей. Почему вообще у тебя возникает такое желание вот раздеть, а не заработать? Пытался когда-либо вообще заработать? Да, пытался. Но я не как пытался, я зарабатывал. Я работал после школы на заводе. И работа на заводе за 70 рублей в месяц. Без малейшей перспективы купить на эти 70 рублей. Допустим, те же кроссовки «Адидас». Вот мы на них что-то остановились, но пусть будет так. Можешь достать не только такие кроссовки, которые являются для тебя пределами мечтаний где-то в спортивном магазине. Мы выросли в обществе, в котором всегда формировался образ некого врага. Будь то империалист за океаном или провинциал с Савойской в московском магазине. А теперь дети провинции пытаются истребить корень зла, попросту разувая и раздевая своих московских сверстников. Так что же, так и будем искать врагов друг в друге. И станет ли хоть кто-нибудь чуточку счастливее от этой все ожесточающейся борьбы? Ты представлял когда-либо гопником своего сына? Нет. Может быть, к этому времени все это кончится. Продолжение следует... Продолжение следует...